Мыслить ставками. Как принимать правильные решения, когда информация ограничена. Автор Энни Дюк. За время одной партии в покер профессиональному игроку приходится принимать более 20 решений. При этом каждая партия заканчивается совершенно конкретным результатом – выигрыш или проигрыш. Иными словами, полученный результат ясно показывает, насколько успешными были приняты решения. Подвох заключается в том, что выигрыш или проигрыш не всегда отражает качество решений. Вы можете принять неверное решение и все равно выиграть, если у вас хорошая рука. И вы можете принять верное решение и проиграть, если рука плохая. Хорошая или счастливая рука – это такая комбинация карт, которая приносит вам выигрыш. На результат влияет огромное количество факторов, и мы просто не в состоянии учесть каждой из них. Во многом наша жизнь похожа на покер. Любое решение является ставкой на один из множества вариантов будущего в условиях недостатка информации. Именно это делает покерный стол прекрасным источником стратегий, позволяющих научиться принимать более качественные и верные решения, согласовывать их с нашими долгосрочными целями и избегать когнитивных ловушек, существенно мешающих этому процессу. Когда мы мыслим ставками, каждое наше решение – это способ чему-то научиться. Мы лучше понимаем, какие из наших паттернов мышления повлияли на выбор решения, уточняем и проверяем свои убеждения, и в конце концов начинаем воспринимать окружающий мир более объективно. Таким образом мы начинаем принимать более качественные решения. И даже если ошибаемся, это оказывает на нас менее разрушительное воздействие. Воспринимая решение как ставку, мы заранее признаем, что в большинстве ситуаций не можем быть стопроцентно уверены в результате. Мы становимся более сострадательными не только к себе, но и к другим, ведь никто не застрахован от влияния внешних обстоятельств, удачи или просто ошибочных убеждений. В этом summary содержатся простые и эффективные способы разделять само решение и его последствия, формировать стратегии для принятия более взвешенных и объективных решений с учетом прошлого и целей в будущем. Стратегии, описанные автором, применимы и в бизнесе, и в личной жизни. Решение и результат. Смена восприятия. Традиционно мы считаем, что понятие «ставка» и «ставить» применимо лишь к играм с нулевой суммой, в которых есть только один выигравший, а оппоненты в проигрыше. То есть к азартным играм, казино, спортивные ставки и так далее. На самом деле определение термина «ставить» гораздо шире. Делать ставку – это делать выбор на основании предполагаемых событий, принимать решение, основываясь на вере, что нечто произойдет или является истиной, рисковать потерей чего-либо при попытке достичь большего. Рассматривая решение как ставки, игроки в покер признают, что они выбирают альтернативное будущее из множества вариантов. Принимая решение, мы всегда делаем ставку против возможных будущих версий себя. Мы ставим на то будущее, в котором результат данного решения принесет нам большую выгоду, измеряемую деньгами, временем, счастьем, здоровьем. Но мы не в состоянии контролировать все факторы, и поэтому принимаем решение, исходя из наших предположений о будущем. При этом решение не выбирать какой-то вариант тоже является ставкой. Просто в одних ситуациях элементы ставки «выбор, возможность, риск» более очевидны, чем в других. Например, решение об инвестиции средств, покупать или не покупать акции, какие акции покупать, явная ставка, подразумевающая выбор наиболее эффективного способа использования финансовых ресурсов. А недостаток информации и факторы, которые мы не можем учесть, делают любой выбор неопределенным. Верные и ошибочные решения Обычно принятые решения мы оцениваем как верные или неверные, основываясь на их результате, даже если эта связь не очевидна. Мы не учитываем, что независимо от наших усилий, результат может отличаться от ожидаемого из-за влияния внешних факторов, и считаем, что удачный результат автоматически означает удачное решение. Такой подход может привести к катастрофическим последствиям, так как принимать решения, основываясь на одном удачном результате, неосмотрительно и опасно. Большинство своих консультаций с владельцами бизнеса и командами компаний Энни Дюк начинает с просьбы назвать лучшие и худшие решения, принятые ими за последний год. В одной из компаний худшим было названо решение уволить генерального директора, так как в результате уровень дохода компании резко упал. Но детальный анализ ситуации показал, что само по себе решение было обоснованным. Директор не справлялся со своими обязанностями, дела компании под его руководством шли плохо, а решение было принято после ряда попыток улучшить его профессиональные навыки. И хотя результат решения не оправдал ожиданий, само по себе решение было верным. Поскольку любое решение – это ставка на будущее, оно не может быть верным или ошибочным. Каждое возможное решение опирается на набор предположений, а часть из них вообще невозможно сформировать на базе доступной информации. Необходимо пересмотреть наш подход к оценке решений. Если мы обдумали различные исходы ситуации и что-то пошло не так, это не признак нашей ошибки. Это означает, что произошло одно из возможных событий. В своей книге «Верящий мозг» Майкл Шермер, историк и основатель общества скептиков, пишет, что поиск и создание даже ошибочных связей между событиями – важное условие выживания нашего вида. Связав между собой такие явления, как шум в ветвях и лев, наши предки могли в дальнейшем спасти свои жизни. Если шум в ветвях из-за ветра истолковывается как наличие льва, это по определению Шермера ошибка первого типа, ведущая к ложноположительному результату. Даже если льва нет, решение бежать является верным. Если же шум в ветвях истолковывается как ветер, это ошибка второго типа, ведущая к ложно-отрицательному результату, который может стоить нам жизни. Как убеждения влияют на наши решения? Наши ставки верны настолько, насколько верны убеждения, лежащие в их основе. Как правило, абстрактные убеждения формируются так. Мы что-то услышали, сформировали убеждения, а затем, основываясь на этом убеждении, мы как-то оцениваем положенную в его основу информацию. Еще чаще, услышав новую информацию, мы по умолчанию считаем ее истиной, не проверяя. В покере такие убеждения могут принести крупный выигрыш, а в жизни они, как правило, оборачиваются неприятностями. Например, потери здоровья. Если мы верим в пользу низкожировой диеты. Убеждения влияют на наш способ познания мира. И чем мы опытнее, тем жестче наши установки, и тем сложнее нам от них отказаться. Серия экспериментов, проведенных профессором психологии Гарвардского университета Дэниелом Гилбертом, показала, что мы по умолчанию считаем услышанную или прочитанную информацию истиной, даже когда указано, что она ложная. Люди читали высказывания о преступниках или студентах, и каждое из них было снабжено цветовым кодом, указывающим на его истинность или ложность. Находясь под давлением, люди чаще ошибались. Они по умолчанию допускали, что все утверждения истинны. По утверждению психолога Дэниеля Канемана, если мы рассматриваем убеждения только как верные или ложные, при столкновении с противоречащей им информацией, у нас есть два варианта действий. Либо признать свою ошибку, либо игнорировать или дискредитировать новую информацию. Как правило, сформировав некое убеждение, мы ищем подтверждающие его доказательства и отбрасываем все, что может его опровергнуть. Тем не менее, мы можем использовать опыт и знания, чтобы скорректировать свои убеждения. И чем точнее наше представление о мире, чем меньше фильтров реальности мы настроили, тем прочнее фундамент для наших ставок. Ставка на обучение. Любое решение – это ставка на будущее на основании наших убеждений, которую можно представить схемой. Убеждение. Ставка. Результат. Получив результат, мы должны понять, чему он может нас научить и какие из наших решений к нему привели. Мы обновляем и уточняем свои убеждения, и они становятся основой для нашей следующей ставки. В итоге создается цикл обучения. Убеждение. Ставка. Результат. Ставка 2. Разделить удачу и навыки. Результаты наших решений мы получаем благодаря либо навыкам, либо удаче. Результат навыков получаем, когда повтор решения гарантированно приносит такой же результат, или когда иное решение предсказуемо дает новый результат. Если же на результат влияет то, что находится вне нашего контроля, другие люди, погода, наши гены и тому подобное, это результат удачи. Если мы сбросили вес, это может быть результатом изменения диеты, или интенсивных тренировок, навыки, или внезапных изменений в нашем метаболизме. Удача. Самое сложное – рассортировать и интерпретировать множество причин, которые могли привести к конкретному результату, и научиться принимать моментальные решения о том, к какой категории их отнести. Этот выбор будет нашей следующей ставкой, и цикл обучения на самом деле будет зависеть от удачи. Правильно распределив результаты, мы можем сосредоточиться на полезном опыте, навыке, и игнорировать все остальное. Удача. Преодолеть предвзятость. Часто наши ошибки вызваны нашей предвзятостью. Мы принимаем в расчет только хорошее, и игнорируем плохое, списывая его на удачу. Это наша привычка мыслить в черно-белом свете, и стремление хорошо выглядеть в собственных глазах. В итоге мы не способны правильно оценивать свои решения. Поэтому нам стоит не только перестать списывать негативный результат на отсутствие удачи, но и отказаться от удовольствия приписывать хорошие результаты своим навыкам. Но это необходимая сделка, так как проигрыш ощущается в два раза сильнее, чем выигрыш. Один из способов преодолеть предвзятость – учиться на примере других. Однако, оценивая свой выигрыш как следствие навыков, мы подразумеваем, что у оппонента их недостаточно. Оценивая свой проигрыш как влияние удачи, мы считаем, что оппоненту просто повезло. Но если отказаться от таких критериев оценки и рассматривать негативный результат как возможность для обучения, он перестанет быть негативным. Тогда мы увидим, что можно улучшить или исправить, и что находится вне нашего контроля. Таким образом, мы не только начинаем более рационально определять результаты своих решений, но и становимся более сострадательными по отношению к окружающим. Развитие мышления ставками Мышление ставками не избавляет до конца от негативных паттернов, вроде предвзятости, но помогает управлять ими. А любое улучшение наших навыков принятия решений ставит нас в более выгодное положение в будущем. Как развивать мышление ставками? Использовать свою неуверенность У нас есть всего одна попытка принятия любого решения, поэтому нам нужна уверенность в своих действиях и убеждениях, которая позволит избежать влияния скрытой информации и удачи. Это оказывает на нас огромное давление, ведь мы с детства убеждены, что «я не знаю» или «я не уверен» признанию поражения. В то же время в науке стадия «я не знаю» неизбежный шаг перед достижением результата. Наше решение делает качественным не его результат, а процесс его принятия. Неуверенность в собственных убеждениях имеет множество преимуществ. Мы перестаем считать противоречащую им информацию угрозой и защищаться от нее. Становимся более открытыми, а наши суждения более обоснованными. Улучшается качество нашего общения с людьми, «я на 80% уверен, что это правда» приведет к тому, что с нами поделятся информации, касающейся или даже поддерживающей 20% нашего сомнения, что позволит принять более взвешенные решения. Напротив, наша стопроцентная уверенность в чем-то приведет к сокрытию от нас информации, противоречащей нашим убеждениям, но критичной для качественного принятия решения. Принять неуверенность поможет, например, смещение фокуса восприятия фразы «я не знаю» с негативного на нейтральный. Например, мы можем оценивать степень точности наших убеждений по десятибальной шкале, где 0 – убеждение ложно, а 10 – истинно. Создать группу поддержки Мыслить ставками гораздо легче, чем когда есть те, кто может в этом помочь. Поэтому хорошей стратегией будет сформировать собственную группу поддержки из друзей, родственников или коллег, если речь идет о профессиональной сфере. И хотя никто не способен полностью преодолеть свои установки, правильно сформированная группа помогает нам бороться с привычками мышления и смотреть на мир более объективно. Наилучшую модель для создания эффективных групп предложил один из самых известных социологов 20 века Роберт Мертон. По его мнению, группы должны строиться на следующих принципах. Коллективизм. Нужно собрать как можно больше информации и разделить ее с членами группы. Если данные вызывают дискомфорт и желание их игнорировать, значит, они могут иметь решающее значение для получения объективной картины. Их необходимо раскрыть. Универсализм. Принятие или отказ от идеи не должны зависеть от личного или общественного отношения к ее источнику. Независимо от того, какие факты, идеи, убеждения, мнения или предположения влияют на ситуацию, сама по себе информация может принести нам пользу. Но, как правило, мы игнорируем идею, если нам неприятен ее источник. Один из способов избежать этого – представить, что информация пришла из источника, который для нас более ценен, или менее ценен, если информация может укрепить наши установки. Беспристрастность. Внимание к потенциальным конфликтам, которые могут повлиять на оценочные функции группы. Мы всегда стремимся защищать собственные убеждения. Поэтому желательно, чтобы в группе состояло минимум три человека. Двое с противоположными мнениями и судья. Роль судьи заключается в том, чтобы сместить фокус двух участников спора с потребностью утвердиться в собственной правоте на необходимость убедить в ней другого. В результате таких дебатов противостоящие члены группы могут прийти к компромиссу или лучше понять собственную точку зрения. Организованный скептицизм. Такой подход к восприятию мира, при котором мы постоянно задаемся вопросом, почему это убеждение может быть ошибочным. Скептицизм приглашает к дискуссии, дает возможность услышать иные мнения. И встроить их в принимаемое решение. Общаться конструктивно. Поскольку ставка – это всегда некая форма ответственности, то излишняя сосредоточенность на собственных убеждениях может стоить нам выигрыша. Поэтому в общении с другими людьми, как в группе, так и вне ее, лучше всего следовать нескольким простым правилам. Выражать неуверенность. Это поощрит окружающих поделиться с вами информацией. Начинать с согласия. Например, выслушайте то, с чем вы согласны, ясно выразите свое согласие, а затем, выражая свое мнение, используйте союз «и» вместо «но». Это позволит слушателю быть более открытым к противоположному мнению и делиться с вами информацией более охотно. Учитывать потребности собеседника. Если человек находится под влиянием эмоций, спросите, что ему сейчас необходимо – выпустить пар или получить совет. Если первое, поддержите его, проявив понимание или сочувствие. Если же человек ищет совета, это может стать основой для обсуждения ситуации. Концентрироваться на будущем. Не обсуждайте прошлое, а попробуйте предложить такие варианты действий, которые могли бы изменить ситуацию к лучшему. Гораздо сложнее защищаться от того, что еще не произошло. Кроме того, взгляд в будущее поможет оценить причины возникновения ситуации в настоящем. Путешествовать во времени. Последствия решений редко проявляются мгновенно. Для этого нужно время. Принимая решения в настоящем, мы всегда хотим знать, как они повлияют на нас в будущем и что мы могли бы исправить в собственных решениях в прошлом. Точно так же, как мы обращаемся за помощью к другим людям, мы можем обратиться к прошлой и будущей версиям себя. Одна из целей путешествия во времени – не дать сиюминутным желаниям оказать на нас влияние и выиграть немного времени для оценки ситуации. А самый простой способ его совершить – задавать вопросы, позволяющие нашим «прошлому я» и «будущему я» участвовать в процессе принятия решений. Например, «Как я буду чувствовать себя, если выберу этот вариант?» или «Как бы я чувствовал себя сейчас, если бы принял такое решение в прошлом?» При этом выбор направления «прошлое» или «будущее» – вопрос личного предпочтения. Вот несколько ситуаций, в которых полезно совершить путешествие и способы это сделать. «Ночной Джерри». Привычка отдавать предпочтения «настоящему я» в ущерб «будущему я», которое есть у каждого из нас – это так называемые временные предпочтения. «Мы следуем иррациональному желанию получить небольшое вознаграждение прямо сейчас, вместо того, чтобы дождаться большего». Эту тенденцию хорошо иллюстрирует ответ актера Джерри Сайнфилда на вопрос «Почему вы всегда поздно ложитесь спать?» «Я ложусь поздно, потому что я ночной парень. Ночной парень не хочет спать ночью». А в ответ на следующий вопрос «А как же подъем после пяти часов сна?» Он сказал «Эта проблема утреннего парня, не моя. Ночной парень не думает об утреннем. Когда утром вы встанете измотанным и уставшим, вы будете думать, как вы ненавидите этого ночного парня». Когда мы включаем в процесс принятия решений «будущего я», мы получаем возможность оценить последствия наших сиюминутных решений, поскольку помним о долгосрочных целях. Своевременные сожаления Сожаления, вероятно, одна из самых сильных человеческих эмоций. Обычно мы сожалеем о чем-то после того, как это произошло, когда уже не можем ничего изменить. Сожалея о решении до его принятия, мы получаем возможность сделать более правильный выбор, отнестись к себе с большим состраданием, подготовиться к возможным негативным последствиям и избежать отрицательных эмоций. Бизнес-журналист Сьюзи Велш предложила использовать систему 10-10-10, чтобы рассмотреть наши сиюминутные решения с позиции будущего. Для этого каждый раз, когда мы собираемся принять решение, необходимо спросить себя, «Какими будут последствия моего решения через 10 минут?» «Через 10 месяцев?» «Через 10 лет?» Увеличительное стекло Мы склонны придавать слишком большое значение влиянию конкретного момента на наше счастье. Происходящее влияет на наше эмоциональное состояние. Даже небольшой конфликт кажется значительным, пока он в разгаре. Но если мы перестаем смотреть на взлеты и падения через увеличительное стекло настоящего, меняется наша реакция на события. Мы устраняем негативные эмоции и сохраняем позитивные. Такой взгляд через увеличительное стекло хорошо иллюстрирует динамика фондового рынка. Если посмотреть на график за период, например, с 1960 по 2018 годы, видно, что индекс неуклонно рос. Но если его приблизить, то становится очевидным, что с сентября 2008 по март 2009 индекс заметно провалился, а потом понемногу стал восстанавливаться. Представляете, как решения в этот период отличаются от решений, например, 2015 года? Тилт Игроки в покер постоянно находятся в напряжении из-за необходимости оценивать сиюминутные тенденции в перспективе. В результате в покере появилось множество терминов для описания различных психологических состояний. Тилт – это состояние, когда под влиянием эмоций игрок принимает иррациональные решения, ведущие к негативным результатам. Изначально концепция тилта возникла у производителей автоматов для игры в пинбол. Чтобы не дать игрокам повредить пинбольные автоматы в попытках изменить направление движения шарика, внутри автоматов начали устанавливать сенсоры, отключающие машину, если ее начинают агрессивно трясти. Мы все подвержены влиянию тилта и неоднократно его испытывали, например, принимая решение во время ссоры. Помочь нам распознать тилт могут вербальные и физиологические сигналы. Вербальные признаки тилта – повышение голоса или такие вопросы, как «Что? Опять?» К физическим признакам относятся горящие щеки, учащенное сердцебиение и ускоренное дыхание. Научившись понимать, когда мы и окружающие нас люди находимся в состоянии тилта, мы сможем изменить привычные реакции в этих ситуациях. Один из способов справиться с тилтом – отложить принятие решения. Сделка Одиссея Пример взаимодействия трех наших «Я» – действие Одиссея. Он знал, что его будущее «Я» проплывет мимо острова Сирен и заранее придумал способ защитить себя и свою команду. Таким образом, его прошлый «Я» помог настоящему «Я» справиться с ситуацией. Этот образ мыслей можно назвать сделкой Одиссея. Он позволяет нам избежать иррационального поведения и повысить точность принятия решений. Результат этой сделки может проявляться по-разному. От предотвращения каких-либо действий на физическом уровне до обдумывания последовательности действий заранее. Когда мы принимаем решение отчислять часть нашей зарплаты в пенсионный фонд, это сделка Одиссея. Мы можем отказаться от этого действия, но заранее знаем, как оно повлияет на наше долгосрочное будущее. Ругательная банка решений Возможно, вы слышали о концепции банки, за которой стоит идея показать человеку, как часто он ругается, чтобы он начал себя контролировать. Ругательная банка решений — это предварительный контракт, согласно которому мы определяем слова и паттерны нашего мышления, мешающие нам принимать более качественные решения. Поставьте такую банку перед собой физически или виртуально и собирайте в нее замеченные вами примеры нежелательного поведения при принятии решений. Вот некоторые из них. Иллюзия уверенности Я знаю, я уверен, так всегда случается, ты не прав. Такие слова сигнализируют, что мы чрезмерно уверены в своих взглядах. Сюда также входят такие понятия, как «хуже», «лучше», «всегда» и «никогда». Иррациональная оценка результатов Сюда входит заключение об удаче, навыках, обвинении других и приписывании заслуг себе. Например, фраза «Не могу поверить, что мне так не повезло». Жалобы об отсутствии удачи С целью снять с себя ответственность и получить сочувствие других Обобщающие суждения О людях с целью отвержения их мнений Оскорбления, такие как «идиот» или «осел» и любые другие подобные фразы Недостаток сострадания к самим себе и другим Излишняя самокритика и критика мешают объективно оценить принятые решения Исследование и ретроспективный анализ будущего Если любое наше решение – это ставка на определенное будущее, то прежде чем ее принять, нужно детально рассмотреть возможные варианты этого будущего. После того, как мы определили все возможности, мы пытаемся предсказать, какая из них более вероятна. Здесь речь идет не о том, чтобы точно угадать результат, а о необходимости признать многообразие возможных результатов и продумать наши действия при получении любого из них. Игроки в покер проводят исследования будущего в каждой партии. Прежде чем сделать ставку, они обдумывают все возможные варианты действий оппонентов. Например, пас, повышаю ставку, поддерживаю ставку. И варианты своих ответов. И чем более профессионален игрок в покер, тем дальше в будущее он смотрит, оценивая в том числе и то, как текущая игра повлияет на следующую. Такой подход можно применять при планировании, например, стратегий роста продаж, развития бизнеса, судебных процессов и другое. И хотя мы можем исследовать будущее сами, работа в группе будет более эффективна, так как позволит охватить большее количество вероятностей. Когда мы рассматриваем будущее с позиции настоящего, нам сложно оценить реально необходимые действия. Когда мы думаем, что может произойти, мы основываемся на результатах наших прошлых решений. Любопытно, что за воспоминания о прошлом и представление будущего отвечает одна и та же часть мозга и нейронная сеть, гиппокамп и префронтальная кора. Иными словами, представляя будущее, мы вспоминаем его. Это можно использовать как стратегию для повышения качества решений. Визуализировав во всех деталях свое идеальное будущее, мы можем провести ретроспективный анализ причин и решений, которые нас к нему привели. Точно так же мы можем провести ретроспективный анализ негативного будущего, представив себе, что реализовался самый плохой из наших сценариев. Например, планируя свою стратегию в суде, адвокат может представить, что он уже выиграл или проиграл дело, и затем шаг за шагом обдумать, как он пришел к каждому из вариантов. 10 лучших идей Удачный результат не всегда означает удачное решение. Принимать решение, основываясь на одном удачном результате, неосмотрительно и опасно. Любое решение – это ставка на будущее, поэтому само по себе оно не может быть верным или ошибочным. Если что-то пошло не так, это не признак нашей ошибки. Это значит, что произошло событие, повлиявшее на результат. Наши ставки зависят от наших убеждений. Чем вернее убеждения, тем вернее ставки. Результаты наших решений должны помогать нам менять убеждения. Мы не любим менять свои убеждения. Если новая информация противоречит нашим убеждениям, мы часто ее отвергаем, уменьшая свои шансы принять качественное решение. Мы получаем результаты благодаря навыкам и удаче. Навыки зависят от нас, а удачи нет. Нам стоит научиться разделять результаты навыков и результаты удачи. Вредно приписывать хорошие результаты нашим отличным навыкам, а плохие – отсутствию удачи. Мы можем учиться, изучая результаты других людей, но нам мешает предвзятость. Нам не стоит думать, что человек получил плохой результат из-за отсутствия навыков, а хороший – потому что ему повезло. Мыслить ставками значит принимать решения непредвзято, используя всю доступную информацию и свои навыки, и понимать, что на результат могут повлиять неподконтрольные нам события. Мышление ставками можно развить. Для этого надо Учиться признавать, что мы чего-то не знаем, и быть открытыми новой информацией. Создать группу поддержки, чтобы усилить анализ и прогнозирование. Общаться конструктивно, стремясь получить новые сведения. Путешествовать во времени, вовлекая в принятие решений будущего, прошлого и настоящего «я». Создать банку, в которую складывать замеченные примеры поведения, мешающего принимать решения качественно. Проводить детальный анализ будущего, постепенно раскручивая последовательность решений, которая должна привести к результату. Научившись мыслить ставками, мы используем каждое наше решение, чтобы чему-то научиться. Негативные результаты перестают быть плохими, превратившись в поле для исследований. Мышление ставками делает нас более сострадательными к себе и к другим. Мы осознаем, что никто не застрахован от влияния внешних обстоятельств, удачи или просто ошибочных убеждений.